В квадрате со стороной 100 можно разместить 2501 круг радиуса 1 так, что ни один из этих кругов ни с каким другим не имеет ни одной общей точки. Это абсолютно неожиданная штука. Потому что если вы этим самым естественным образом расположите наши круги... То есть, смотрите, квадрат 100 на 100 можно разделить на 2500 квадратов размером на 2 на 2. Согласны? Ну, потому что 100 делить на 2 – 50. 50 квадратов – 2500. В каждый из этих квадратов можно вписать круг радиуса 1. Тогда получится 2500 кругов. Правда, некоторые из них будут касаться, но не пересекаться, а именно касаться. И вот оказывается, что можно разместить 2501, то есть больше, чем 2500, так, что даже касания никакого не будет. Жизненный факт. То есть, если чуть-чуть переформулировать его, то вы сразу скажете, что вы это знаете. Внутри квадрата размером 100 на 100 расположите 2501 круг, так, чтобы эти круги не имели друг с дружкой ни одной общей точки. То есть, каждые два круга не пересекались, даже не касались. И вот у каждого радиус двух районов единицы. То есть, круги диаметра 2. Так вот, говорят, это на самом деле задача про пчелиные соты. Какая-нибудь шага. Конечно. Смотрите, зачем пчелы, когда делают соты, делают их не квадратными, а шестерогольными? Чтобы они были прочными. Нет, занимали меньше места. Чтобы тратить меньше воска на эту свою... Дело в том, что воск они вообще должны вырабатывать. То есть, не так просто их дается этот самый воск. И замечательным образом вот эта шестиугольная решетка, она обтимается. В том числе, что вот мы создаем ячейки и пчелы подразит поменьше воска. Я не буду, конечно, сейчас это доказывать, а задачу моей сейчас решить. Смотрите, каким образом мы будем располагать эти круги. Давайте сначала мы расположим круги. Единственный вопрос. А сколько кругов мы можем расположить, чтобы эта конструкция не вышла бы за пределы квадрата 100 на 100? 100. Да? 100. Нет. 49 вообще. Почему? Потому что если касаться, то 50. Вот это, да? А если чуть-чуть их раздвинуть, то 49. Ну, на самом деле, есть другой способ. Способ такой. А давайте я чуть-чуть вот этот вот круг подниму. Могу? Угу. А вы понимаете, что тогда касание исчезнет? Понимаете? Угу. Я каждый второй круг чуть-чуть подниму. Буквально на какую-то долю, да? Чуть-чуть. И касание уже исчезнет. Значит, я все равно могу считать, что в слое сколько штук? 70. Замечательно. А вот в следующий слой я положу вот таким образом. Так, извините, что я вам не очень красиво рисую, но надеюсь, что идея понятна. Идею поняли? Отлично. Сколько будет в нем? Ну, 49. 49. 49. В нем, конечно, уже будет 49. В девять уже не придурочен. Теперь вопрос, а что с ними делать, чтобы не было касания? Ответ тот же самый. На чуть-чуть подниму, причем вот каждый второй еще чуть-чуть. Вот буквально чуть-чуть. И касание исчезнет. Правильно? То есть я могу рисовать и касающиеся, но за счет того, что чуть-чуть подниму, это все исчезнет. Отлично. Значит, я положил два слоя. В одном 49, в другом 50. Вот эти два слоя. Нижний 50, в другом 49. И я занял при этом, смотрите, сколько, вот такую высоту, но на самом деле чуть-чуть больше. Согласны? Значит, я теперь сделаю простую штуку. Я посчитаю, если у меня здесь радиус один, чему равно вот это стоя. Это несложная задача по геонике. Давайте поймем, как она решается. Значит, смотрите, вот здесь вот у меня единица. Здесь у меня единица. Значит, если я пойму, какое расстояние, какая высота правильного треугольника со стороной 2, то я к этой единице прибавлю R и прибавлю высоту, и у меня все получится. Так? Значит, реально вот такая задача. Есть равносторонний треугольник со стороной 2. Требуется найти его высоту. Мы справимся, потеряем его аккуратно. 2 в квадрате – это 1 в квадрате плюс h в квадрате. Значит, h в квадрате – это 3. То есть, это высота, это конь из 3. Отлично. Плюс 1, плюс 1. Получается, что вот это вот расстояние – это 2 плюс корень из 3. Отлично. Теперь нужно разделить число 100 на 2 плюс корень из 3. 26,79. Господа, наверняка, вот это 7,09 означает, что нижний слой тоже будет. Но давайте даже сначала боксим, потому что отбросим 7,09. И тогда у нас будет так. Надо будет умножить 26 на 50 плюс 49. То есть, 26 надо умножить на 99. То есть, надо из 2600 вычесть 26. То есть, сколько? 2507. Уже просили 2501, а мы уже получили 2574. Понятно? Ну, еще раз повторяю, если из-за этих 79 сотых, на самом деле, вот этот слой тоже очевидно пойдет. Потому что он занимает чуть-чуть больше половины высоты, а 79 сотых, в общем, можно легко посчитать. Вот, так что на самом деле даже еще 56, да? То есть, даже гораздо больше 2624 в нашей системе. Я не утверждаю, что это самый оптимальный способ, хотя, если в бесконечности растягивать прибачек на площадях, то этот способ действительно является оптимальным. В любом случае, 2501 мы ее сделали, задача решена. Вот такая решетка в арифметике, это называется решетка Эйзенштейна. Или правильная треугольная, когда у вас вся плоскость разбита на односторонние этапы треугольники. Оказывается, она дает плотную упаковку другу.